Проводим людей к состоянию здоровья, комфортного ощущения в теле, в сознании, в ощущении миров, чувствовании себя. Мы с супругом помогаем, может быть, немножко присмотреться к себе, услышать, немножко направить вас. Все, что мы выкладываем в прямом доступе, в прямых эфирах, в моих постах пишу, все это вы можете применять в бесплатном доступе. И наша методика калмыковых, лайт-версия, и все посты направлены для того, чтобы вы применяли уже. У кого нет возможности посетить, допустим, консультацию, вы все можете найти в бесплатных постах и двигаться по ним. И результаты у людей очень серьезные, очень сильные перемены происходят, не только с телом, в лучшую сторону, но и с пониманием себя. Так что давайте сразу по вопросам. Так, у нас с вами полчаса сегодня, помните? Понедельник, среда, пятница, полчаса. Благодарю, что мы сдвинули немного наш эфир, потому что немножко у нас сбой с тренировками произошел, поэтому вот такая накладка произошла. Но я все равно с вами. Здравствуйте! Благодарю вас за все, что вы делаете для нас. Спасибо большое, Татьяна, очень приятно сразу такое сообщение получить. Подскажите, пожалуйста, как мы грамотно выйти из почти двухдневного голодания. Голодание было вызвано проблемой с поджелудочной, скорее всего, обострение хронического состояния. Ну что, какое голодание? Если вы на воде, либо насухо голодали, то выход однозначно на соках. Цитрусовые соки, разбавленные с водой один к одному, либо гранатовый сок, ананасовый тоже подойдет. То есть все кисло-сладкие соки вы можете употреблять, главное, не сладкие, не овощные, потому что они запустят процесс слишком сильный, процесс пищеварения. Ваше пищеварение включится моментально, и будет срыв на еду, будет хотеться что-нибудь поесть посерьезнее, посущественнее, поэтому не увлекайтесь соками. Дальше вы можете на отварах, на стоях трав. Лучше, конечно, можно делать ягодные морсы и выходить на них тоже, как вариант, если не было у вас гастрита. Но соки с поджелудочной, так как было обострение, то соки вам нужно максимально разбавлять. То есть один к одному – это самый концентрированный вариант для вас. Лучше начинайте выход 4,5 стакана вода и 1,5 сока, потом чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, и вот таким образом выходите. Еду сразу не подключайте, да, то есть максимально дольше побудьте на соках, постепенно увеличивая процент сока, а не воды, ну и наблюдайте за собой. Вопросы. Отзывы людей, которые применяли эту рекомендацию, деткам становится сразу легче. Так что можете попробовать, как будет удобно вам. Дальше ушки растирайте, вот полностью массируйте деткам каждый вечер, тоже маслом живицы, очень здорово. Если нет масла живицы, не сможете найти, то масло облепихи тоже хорошо, но не так сильно. Дальше можно, если у вас ни того, ни другого нет, можно просто листик герании. Если у вас герания растет на окошке, просто берете, размяли и вот протерли вот здесь вот уже внутри ушную раковину, тоже хорошо помогает. Но масло герания, эфирное масло герания, оно лучше работает. Можете, опять же, с базой смешать, допустим, пол чайной ложки базового масла и 2 капельки масла герания смешали, обмакнули ватку, поместили в ушко, и это хорошо тоже работает. Вот несколько вариантов, пробуйте. Так, давайте, еще один вопрос, и дальше, если они каким-то образом попадут, там будут, тот вопрос будут зачитывать, так, чтобы я могла больше людей захватить, которые позже подключаются к эфиру. Здравствуйте, можно как желчегон и сбор такие травы? Корень, дуванчик, зверовой мятобоярышник, клевер. Клевер на спорыж поменяйте, и будет хорошо. Да. Так, где вы, вот вопрос вижу. Светлана, как часто можно принимать тмин с кориандром? Тмин с кориандром можно пить по вашим потребностям. Если вы видите, что вашему организму нужно продолжить перезагрузку, то вы можете неделю, допустим, пропили, потом недельку перерыв, неделю еще пропили, либо 3 недели подряд пропили тмин с кориандром, тоже как вариант. Но потом обязательно 2-3 недели делать перерыв. То есть, желательно делать такой же перерыв, как вы пили. То есть, 2 недели пьете, значит, 2 недели отдохнуть. Дальше вы должны понимать, для чего вы пьете тмин с кориандром. Если вот просто так, вам нравится просто как чай, его пить, но это одно. Если вы собираетесь перестроить свою пищеварительную систему, поменять что-то в своем питании, в своем здоровье, то однозначно вам нужно корректировать, производить изменения. Если вы пьете тмин с кориандром, ну, ничего не меняете, в принципе, в своем питании, в образе жизни, то смысл, да, какой-то вкус, да, вы получите приятный аромат, как приятный напиток. Но эффекта на здоровье особо не будет заметен. Поэтому обязательно простраивайте себе в голове, а лучше пропишите, что вы будете менять. Вот, допустим, вы пьете тмин с кориандром, что, какую еще хорошую привычку вы вносите, понимаете? Когда вы начинаете пить что-то, какую-то практику новую вводить, тут же паровозиком вы можете нацеплять различные другие практики. Понятно, что не целый паровоз, да, а потом с ним не знаете, как справиться. Проанализируйте, что вы можете еще добавить в свою жизнь, кроме тмин с кориандром. И это очень комфортно, мягко будет встраиваться, очень, ну, вот прям откликнется, откликнется ваше тело. Поэтому вот проанализируйте. Тогда у вас и тмин с кориандром будет действовать лучше, и надобности постоянно пить тмин с кориандром, оно будет уже... Субтитры создавал DimaTorzok ...там желчный пузырь и вот эти вот перетяжки, даже вот спайки такие, которые вот как сосисочки делают желчный пузырь, вот по виду. Все равно эта спайка, когда происходит очистка, спазмирование желчного, когда идет выброс отток желчи, вот эта спайка, она меньше в размерах не становится. То есть, допустим, вот есть перетяжка, вот желчная идет, потом стяжечка, и снова желчная продолжается. И вот эта стяжечка во время оттока желчи, она не спазмируется, не уменьшается. То есть, в принципе, вот эти крупные части желчного, они будут работать, будут успокаиваться, и ваш отток желчи будет хороший. Если у вас нет камней, да, в желчном тоже очень важно, если нет, то в принципе, да, чистка печени наоборот, она как раз-таки будет снимать спазмирование, вот эти вот гиперспастику, которые находятся в околожелчном пространстве, которые и провоцируют внешне тоже на перетяжку, на ротацию желчного. Поэтому, да, можно, конечно, много очень людей приходит со спайками, с различными перегибами, и очистку можно делать, если есть просвет, да, То есть, вы можете сделать УЗИ, посмотреть точно, чтобы убедиться. Как помочь маме здоровиться? Не слышала советов и рекомендаций. Желчный удалили, готовиться к новой операции. Верите в традиционную медицину. Ну что я могу тут? Только вам нужно подсовывать книжечки, почитать лекции, включать врачей, веганов, сыроедов, которые немножко сподвигнут ее на смену своего образа жизни, питания, и вот только таким образом вы подведете маму. Ко мне очень обращается много семей, там, где нужно прописать план для мамы, и только когда я вижу, что мама заинтересована, мама говорит, да, я буду все выполнять, все, что скажете, только тогда я соглашаюсь провести консультацию. Иначе, ну, во всяком случае, желчегонные травы, я думаю, что она не против будет их попить. Но, опять же, если медицина скажет, что нет, пить нельзя, то, соответственно, она пить не будет. То есть, это ее только решение. Ссылочка, подкажите, очень часто я, типа, яич меня на глазу. Надо восстанавливать флору, работать с лимфой. Лимфа, либо бактерии, либо паразиты, ну, вот ослаблена лимфатическая система, плюс еще может быть эндокринная система давать состояние. Но это в редких случаях. Больше надо параллельно понимать, какие есть еще особенности в вашем теле, и тогда появится полная картина, что именно происходит в теле, и кто виновник. Но, во всяком случае, кишечник и лимфу вам почистить очень-очень здорово было бы. Этим укрепится ваш иммунитет, и за счет иммунитета будет справляться и тело. Поэтому, вот, не откладывайте в долгий ящик, уже начинайте работать с иммунитетом, это с кишечником и с лимфатической системой. И уже будет немножко легче. Должно реже появляться. Подробнее питание на грудном скармливании. Что именно есть? Ну, такой вопрос обширный. У меня есть на YouTube канале, на нашем YouTube канале, в шапке профиля, есть ссылка на наш YouTube канал. Там есть видео, большие лекции по питанию на грудном скармливании. Что есть, в зависимости от того, что вы ели, к чему вы привыкли. Если вы хотите менять тип питания, улучшать его, да, но это основа вашего рациона. Должны быть зелень, ягоды, корнеплоды, фрукты и овощи, понятно, это из сырого, растительное молоко, соки. Из обработанной пищи гречка, киноа, тушеные овощи, запеченные овощи. В принципе, вот это вот основное, что вам можно. Ну, я же не знаю вашего ребенка. Вот смотрите, я вот перечислила вам, а вдруг у вас ребенок аллергик, допустим, либо диатез в яркой форме проявляется, ну, либо сопельки идут, да, температура недавно была. И вы начнете вдруг сейчас менять питание, и пойдут процессы обострения. Понятно, что нужно ориентироваться по ребенку. В каком состоянии ваш ребенок, сколько ему сейчас. И на основании этого формировать уже питание для вас, в зависимости от того, в каком регионе вы живете. Как у вас, допустим, на севере, да, там не особо достанешь фрукты. То есть там уже акцент на семена, на орехи, масла хорошие, корнеплоды, те же салаты с корнеплодами, на хлебцы, сушку, вот такое вот. Там, где поюжнее, да, в Краснодаре, допустим, там еще виноград можно достать. Поэтому вот тоже ориентироваться нужно, где вы проживаете. Ну, и от состояния ребенка, и от вашего состояния. Что у вас может быть в теле не так? Что, почему, ну, возможно, все так, да, я к примеру говорю. Возможно, есть какие-то хронические заболевания, с которыми нужно поработать. Соответственно, и питание тоже. Если у вас, допустим, танзелит был, либо насморк, и ренит хронический, то в вашем питании обязательно должно быть много соков, разбавленных соков. Это будет помогать вашей лимфатической системе. Ну, и, конечно, очень у меня много рекомендаций по грудному вскармливанию, по очищению. И с кишечником. Посмотрите, фрукторианка, нижнее подчеркивание, кишечник. По хэштегу проходите, там почитайте, там найдете. Дальше и антипризитарки, и лимфа для кормящих. Все, у меня это есть в свободном доступе, в постах. Листайте, ищите, смотрите, будете видеть там для грудного, для кормящих мам. Надписи. Так, как правильно пить масло тмина? Масло черного тмина лучше на 1 чайную ложечку выпивайте, и, в принципе, этого достаточно. Можно пить и в 3 месяца без перерыва. А до масла, вот реакции, вот накопительное, да, привыкания к этому маслу не происходит. Поэтому, вот смело можете пить, если вам нравится. Добрый день, подскажите, пожалуйста, если есть несколько, так, это уже про поводу перегибов читали. Так, Светлана, при чистке печени с подготовкой антипризитарными травами нужно и кастурку, и отдельно печень чистить маслом расторопшим? Нет. Смотрите, если вы до этого поработали с кишечником, почистили кишечник, то следом вы запускаете подготовку к чистке печени с антипризитарными травами, и в конце, как результат, вы проводите грамотную чистку печени. Дополнительно кастурку пить не надо, это слишком будет напрягать ваш организм, очень сложно будет ему восстановиться сразу после кастурки и сразу запустить чистку печени. Во время чистки печени послабление должно быть, если вы пьете воду донат, если вы пьете сульфат, допустим, да, то, в принципе, да, послабление будет, но не всегда происходит, и тогда на следующий день вы просто делаете клизму. На фоне чистки печени стали выпадать волосы, что поправить? Что поправить? Нужно сразу после чистки печени заняться в оправе и в восстановительном периоде. Почему мы сейчас выделяем так много внимания восстановительному периоду? То есть у нас на курсе 10 из 30 дней – это восстановление. Максимально восстановить организм, помочь телу подстроиться по те изменения, которые произошли, и вот это самое лучшее, что вы можете сейчас сделать. Давайте, Нана, я не знаю, вы в курсе, нет, с нами. Если в курсе, то сейчас еще будет все впереди, период восстановления. Выпадать волосы, ну, это, понимаете, да, печь с печенью еще нужно работать. Продавливать и печень, и мастеральный массаж обязательно нужно делать. Как относитесь к соевому соусу? Чем заменить соль при переходе? К соевому соусу отрицательно, вообще отрицательно отношусь, вообще к соевым продуктам, потому что сколько уже исследований, сколько уже говорится о том, что это в любом случае, это генмодифицированные продукты. И помните, я в сторис показывала фильм про мутацию генов? Это страшно, это очень страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Вымыли их, размочили, вот они стали, убрали свои соусы от... Вот я перепрыгала на батутках, заговариваюсь уже. Промыли водоросли от соли, дальше отжали и в дегидраторе, допустим, высушили. Либо на окошке, если у вас отопление работает, да, и достаточно тепло, на окошке тоже высушили. И вот эти водоросли вы перемалываете. Вам нужен натрий. Вот именно в натрии дело, в нехватке натрия хочется соли. Да, натрий хлор, хлор тоже важен для того, чтобы баланс, вот водно-щелочный баланс сохранялся в теле. Но натрий более важен. Поэтому вот эта вот такая органическая соль, она не будет соленая. Какая-то там привкус какой-то будет, да, будет хорошо. Но все равно будет давать такой соленоватый привкус. Хорошо, в общем, можете пробовать. Либо сушеные грибы перемалывать в кофемолке, в порошок и посыпать сверху, допустим, салат из зелени. Вы сделали с помидорами и вот посыпали сверху сушеными грибами. Тоже будет давать вам очень такой соленый вкус. Если вы не сушили помидоры, то, в принципе, если у вас сейчас еще можно достать хорошие помидоры, можете насушить тоже в дегидраторе, измельчить потом в порошок. И потрясающе, настолько яркий, соленый, сладко-кислый вкус. Ну, удивительно вообще, помидоры супер сушеные. Дальше. Сельдерей все знают, да, сушеный сельдерей, но мне вообще он не пошел. Вот вообще. Я не могла на нюх переносить именно сушеный сельдерей. Что еще? Сумах. Сумах можно, да. И, в принципе, все. Сушеный чеснок, сушеный лук тоже. Вот, знаете, многие люди, которые переходят на другой тип питания, и которым вдруг хочется каких-то ярких вкусов, берутся хорошие специи для сала, допустим, либо для мяса, и посыпают вот этими специями салат. Особенно людям, которые вдруг захотели такого вкуса, чего-то мясного, вдруг вспомнилось. Посыпали салат с авокадо, допустим, и все, вот как рукой снимается. Потому что, в принципе, вот этот мясной вкус, он больше связывается со специями, которые вот добавляются для маринада. Поэтому вы можете использовать и вот эти натуральные специи, которые дадут тоже соленоватый вкус. Знаете, вот, смотрите, я же вам самое главное не сказала. Тмин с кориандром перемарывал, ловите в порошок. Потом берете, ну, почти порошок, да, потом берете вот эту смесь, капаете туда, заливаете лимоном, смешали. Какой соленый вкус получается! Это просто удивительно! Если вы возьмете, допустим, высушили свои хлебцы в дегидраторе, и вот этим вот соусом потом сверху полили, допустим, не, положили сначала хлебец, потом сверху авоказинку, и полили сверху соусом, это фантастика просто! Я уже сейчас рассказываю вам уже, думаю, что надо будет, у нас сейчас тайфун пройдет, и нужно будет сделать такую вкусняшку, побаловать себе иногда хочется. Так, хорошо! Мы сушим на солнце, поэтому мы жильем в солнце. Чем заменить грудное молоко? Вы говорите об ореховом молоке. Нет возможности кормить 10 месяцев ребенка, мама веган. Ну, разные есть ситуации в жизни, да, почему не получается кормить малыша своим грудным молоком. Все-таки, если есть возможность попытаться восстановить грудное молоко, если есть, да, если у вас не было антибиотиков, педерации, если, ну, вот разные причины, то пробуйте восстановить. Если нет, то берете, если вы сейчас, скорее всего, да, есть смесь, смесь постепенно заменяйте на растительное молоко с добавлением небольшого кусочка банана. То есть любое растительное молоко. Лучше начинайте либо с кокосового, либо с кедрового. Самостоятельно делайте, взбивайте, делайте молоко, разваляйте с водой обязательно, концентрированно не делайте, будет тошнить ребенка, будет плохо. И добавляйте немножко банана. Это будет консистенцией и похожей на смесь, похожей на грудное молоко, сладенький вкус будет. В принципе, ребенка хорошо. Но вам не сразу нужно взять все убрать и вводить. Как я работаю с мамами, когда приходят на консультацию, как убрать смесь. Вводим постепенно третью часть от дозировки смеси. Ребенок выпивает молока, проходит 15 минут, он допивает все смесью. Потом половинку молока, потом половинку смеси. И вот постепенно на нет, вот так вот в течение недели сводим на нет несколько кормлений, потом еще несколько, ну и полностью выходит на питание растительным молоком. Можно вместо банана финик использовать, маленький кусочек тоже. Можно, а потом можно заменять уже и на соки. И в принципе 10 месяцев уже можно при корм вводить, да, с сырой растительной пищей, тот же авокадо давайте, и различные кашки из овощной кашки, которые можно делать для детей годовалых, уже годовалых, да, то в принципе вот постепенно таким образом вы выйдете. Давайте, пусть все у вас получится. Добрый день, а если желчного нет, как чистить организм можно желчегонные? Если желчного нет, то вам в принципе чистки не противопоказаны, то есть вы желчегонные травы можете пить, они воздействуют на печень хорошо, но вам нельзя пить большое количество масла. То есть если это кастурку пьете, то начинайте с половиной дозировки, смотрите, как отреагирует ваш организм. Если это очистка печени, то пьете не сразу все там 100-150 мл масла выпиваете, а маленькие по столовой ложке, ложку, потом ложку сока, потом снова ложку масла, ложку сока. Это растягивается на несколько часов, то есть постепенно вам нельзя провоцировать якобы отток желчи, да, потому что в принципе оттока желчи как такового не получите, потому что желчного нет. Соответственно нужно вот такими вот малыми дозировками. И замасливание, когда вы проводите, если включаете хорошие масла, не так много, но чаще. То есть вы можете в соки добавлять масла, можете в салаты, в соус делать, допустим, много зелени нарезали, укроп, петрушка, добавили туда масло. И вот такое вот масляное зелень, сейчас, секундочку. Девушки дорогие, что там случилось? Артибор сильно плачет. Завершаю прямой эфир, встречаемся мы с вами в пятницу в 13.00 по Москве. Все, всем до свидания, не бегу.